Перечисления. Как появились перечисления в Java? Очень часто приходилось видеть и сталкиваться с кодом подобного вида до появления перечислений. Объявляется static final переменная, она обозначает в данном случае время года и в соответствии ставится какое-то число. Вариантов такого использования достаточно много. Можно присваивать не только строки, но и строковое значение, чтобы хорошо видеть само имя. Тогда класс season day будет иметь ссылку на этот сезон, который можно определить по имени, передавать туда именно как вот эту константу такого вида. Она получит значение 0, которое мы не видим. Ну и собственно говоря day, день. Давайте взглянем, как это выглядит на практике при использовании такого объекта. Так, объявляем объект season day. Season day равняется new. Season day и в качестве конструктора передается Season day точка Например, winter. Ну и указывается так. И какой день зимы. В зиме день 90. Ну вот пускай будет 20 день зимы. Вот таким образом. То есть читабельность кода достаточно хорошая. И в общем-то все хорошо видно. Осложняется, конечно, все тем, что нужно постоянно выписывать вот такие достаточно громоздкие строки и придавать какие-то значения. Почему бы не сделать такой тип данных, который будет содержать все те же самые значения, но без необходимости вот такого громоздкого объявления. Тем более, что все они в общем-то кажутся разрозненными. А здесь в общем-то будет цельно. Пусть существует вот такое вот перечисление, где winter, spring, summer, autumn объявлено следующим образом. Тогда season.day с enum следует переопределить, например, следующим образом. То есть создать другой класс. Давайте сделаем так. New Java класс season.day используется. Как будет использоваться в этом случае? Season.day. Пускай type. Enum. С enum. Так. И поля. Будет. Поле можно знать сразу тип enum. Season. Private season. Season. И оставляется private.int.day. Генерируем конструктор. С двумя полями хотел. Еще раз. Получилось. И сейчас попробуем в том же мене создать объект. Тот же самый. С enum. И сюда точно так же можно передать season. Он предлагает сразу winter, запитая, пускай будет уже 21. Если необходимо получить конкретное значение, то есть in-товое значение присвоить, как вот в предыдущем варианте, вот здесь, чтобы сохранялось in-товое значение вместо перечисления. Так. Спокойно можно этот класс переписать. Значит, если поле такое. А. Необходимо. Private.int.season. Так. Конструктор. Этот закомментируем. Потому что имя переменной тоже самое. Сгенерируем новый конструктор. Каким образом получится в этом случае. То есть, чтобы повторить предыдущее решение, это на самом деле уже не имеет этого значения. Тогда. Здесь. Понятно. Здесь. Мы скопируем эту строчку, чтобы она осталась. Закомментируем ее. И у перечисления есть метод ordinal. Тут вообще вариантов, конечно, несколько передел. Который возвращает порядковую позицию. То есть, она как раз сохранит то же самое. Можно также, и оставив предыдущий конструктор. Опять же, вернемся сейчас назад. Оставив предыдущий конструктор. Но передавать элемент перечисления. То есть, убираем сейчас вот этот конструктор. Извлекаем из небытия этот. И в данном случае здесь просто вызываем метод ordinal. Тогда, вернувшись назад, ordinal здесь вызывать уже будет не нужно. То есть, легитимными станут в записи обе. И это, и это. То есть, если в вашем приложении есть какой-то конечный набор каких-то значений, которые имеют какие-то имена, или которым можно присвоить какие-то имена, то именно перечисление является в данном случае лучшим решением.